Интересные вещи происходят в вашей стране. Оно где-то дежавю. Дежавю февраля в Украине, 2022 год. Бегущие женщины с двумя пакетами, плачущие дети, разбомбленные дома. Осколся за что? Но есть две большие разницы, как говорят у меня на родине. Две большие разницы того, что происходит сейчас у вас и то, что происходило в Украине. Когда все это начиналось, вы могли это остановить. Вы могли это остановить, потому что часть из вас ездила в Украину. И эта часть она видела, что там нет нацистов, что Украина живет неплохо, что это отдельная страна с другим менталитетом, с воздухом, которым можно дышать, с красивыми домами. Но 24 февраля, когда вам звонили и говорили, что обстрелили, вы стреляете в нас, вы говорили, этого не может быть, потому что этого не может быть. А если стреляют, то значит так надо. Вы немножко потерпите, и все будет офигеть, как хорошо. Мы вас спасем. От кого? Ну, от нацистов. Сегодня, здесь очень много голосов уже, вот около месяца, да, по поводу того, что Путин всех обманул, Путин плохой, мы ему поверили. Но проблема не в Путине. Проблема в вас. Путин — это ваше зеркало, это вы. Вы все могли остановить. Вы могли хотя бы попытаться. Вы все. Вас миллионы, а не та горстка людей, которая смогла выйти и сказать «нет войне». И не та горстка людей, которая сейчас отбывает сроки или будет отбывать сроки. Вы все, вы бежущие, бегущие, сейчас с этими двумя кульками и льющие слова «за что?». Это карма. Это карма. Вы Путин. Помните, недавно вы еще ставили «Я Путин». Хэштег. Вы Путин. И нечего обвинять вашего больненького головушкой старика во всех бедах. Потому что беда — это вы. И не зря, если вы слышали, закрываются консульства в Германии и во многих странах Европы. От вас закрываются. Вы чума. Вы чума, которая может пролезть через кордоны, и от которых нужно строить стены. И они будут строиться. И ваши возгласы по поводу того, что у вас кто-то там погибает, какие-то мирные жители, никак не влияют на жителей Украины. Почему? Потому что у них отболело. У них болело все это время за детей, которые погибают в Украине и за вас. За мужей, которые погибают на фронте с вами. Вою я с вами, защищая Украину от вас, мамы, бабушки, старики. И очень много погибших из-за вас. Шебекина вообще никак не щекотит ни одну жалостливую нотку души. Потому что чума – это вы. Потому что Путин – это вы. Когда вы закроетесь, несчастные люди – только те, которые действительно пытались как-то открыть вам глаза и воевать с этим режимом для того, чтобы объяснить вам по поводу того, что откройте глаза и посмотрите, что происходит в соседней стране благодаря вашему умолчанию или вашей радости. Но вы же были бездушны. Вы же не хотели слушать. Поэтому вы можете идти за Пригожиным, освобождать свою страну от Путина, но вы не сможете освободить свою страну от себя. Поэтому будет следующий Путин. Не сейчас, так через 20 лет или через 40. Для того, чтобы избавиться от гнета раба и желания сильной руки, нужно целое поколение, чтобы ушло, которое помнит сладострастие, обожание своего вождя. Которое помнит желание смерти другим людям, живым людям. Но у вас такой возможности не будет. Потому что вы сгниете внутри своего государства. Щепейки. Как интересно. Обратите внимание, что когда начали стрелять по границе с этой областью, да, то, ну, как бы это никого не пощекотало. Никого из вас. Ну, там какие-то мелкие голосишки. Потом прилетело на Кремль. Вам сказали, это нормально, там же никого не убило. Ну, прилетело и прилетело. Потом прилетело на Рублевку. И вот какая херня, да, на Рублевке есть хорошее ПВО. Рублевку защищают. Вас нет. Я вам расскажу вот такую вещь. Вы знаете, в Израиле, когда стреляют из Палестины, в Израиле есть железный купол. Потому что государство строило все для того, чтобы защищать своих людей. У вас вышли на войну, не считая вас. Никто не собирается вас защищать внутри страны. Все в ваших руках. Ваше спасение в ваших руках. Потому что Рублевке и всем остальным там на вас насрать. Вы все будете с Шебекиной. С Шебекиной. Вы все будете вот в этой вот области. И вас не жалко. Потому что Путина не жалко. А вы Путина. Я вижу киевлян, стоящих в очереди за водой. Или пенсионеров, живущих без света, без отопления в Киеве. Те удары, которые сегодня происходят, я считаю, они крайне эффективны. Потому что жить-то невозможно. Ни тепла, ни воды, ни канализации, ни света. Но мне хотелось бы, чтобы сегодня ночью мы вообще расхреначили всю инфраструктуру Украины. Те бомбардировки Украины, которые мы наблюдали, это лучшее, что было с нами за последние 7 месяцев. Российская армия, покидая позиции, взорвала в городе несколько котельных, здания облэнерго и телецентр. То, что им негде будет жить, то, что им негде было зимовать, то, что они били целенаправленно по коммуникациям, по котельным, по газопроводам. Почему бы действительно не устроить такой небольшой локальный запорожский гулаг? Аккуратненький такой в степи, вот под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину любить. Мы отнимем у вас вашу конституцию. Посажим ее на крещатике вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках. Прям топить таких. Иди надо было в сыре. Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить. Сказал, что Баскали оккупировали. И сразу прям бросаешь в реку. Сносить Харьков, как Мариуполь. А после Харькова Днепропетровск. А после него Кировоград. А после него Винницу, Хмельницкий и Львов. Я вообще сказал, значит так, три дня всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. Три дня. И если это не будет сделано, сносим квартал за квартал. Надо их всех у***ть. Хохлов до последних и детей у***ть. А Польшу куда? Присоединись к России? А ее тоже у***ть. А украинцев всех, вплоть до младенцев. Всех. Пока мы их всех не добьем, заканчивать нельзя. Пока мы не покончим со всеми нацистами. Надо убрать Польшу, Привалтику, вот такую, которая нас не уважает. Неизвестно за что. Ну, Финляндия, вот и когда мы выйдем, такое окно будет. А вы верите, что Путин схватит у него силы, да? А это мы должны ему помочь. В телеканале хоть кто-то призывал геноцида украинского населения. Близко даже никто не призывал, потому что мы все разумные, грамотные люди. Но вот это у них теперь герои. В предыдущей серии. Что Украина должна быть либо нейтральной, либо она должна быть исчезнуть вообще. Что надо уничтожать инфраструктуру и уничтожать понарастающие. Чтобы был реальный голод. Мы должны с детей вот с таких пор воспитывать, что ты гражданин будешь в Великой Российской империи. А это твой враг. Пока ты его не уничтожишь в Киеве, в Вашингтоне, еще где-то, он будет угрожать твоей стране. Прям топить таких. И не надо было в Писыне. Прям вот там, где плыны каша. Вот прям топить этих детей. Топить. Прям в Писыне. Я лично убежден, да, что у российской страны есть те технические возможности уничтожить всю верхушку украинского государства физически. Использовать тактическое ядерное оружие. Нанести удары по местам дислокации расположения. Центр в принятии решения Украины. В чем проблема? Мы долбанем тактическим ядерным оружием. Игорь Александрович, а помогите теперь разобраться вот с этой историей с РДК. О том, как вооруженная российская оппозиция вернулась домой. И тут, не знаете, в этом контексте больше интересна реакция Кремля. Вот, казалось бы, надо бить в набат. Казалось бы, надо срочно забирать войска из Украины. Вот охранять, наконец-то, ставить вооруженную охрану на границу и так далее и тому подобное. Но ничего этого не произошло. То есть, и тут, знаете, два варианта. Что, возможно, вот время реакции настолько большое, как у динозавра, да, что вот динозавра могут с хвоста есть, а до мозга еще не дошли эти сигналы, и он не может отреагировать. Ну, потому что вот он существо такое. Вот это так сейчас с Кремлем и с путинской Россией? Или же, вот есть еще одно предположение, что на самом деле Путину плевать на Белгород, и ему действительно важнее, что там в Бахмуте происходит. И если несколько десятков или даже несколько сотен РДКшников зайдут в Белгород, то это дело десятое. И ради этого выводить войска из Украины Путин и намерения даже не имеет, и не имел, и именно поэтому никак и не реагирует на то, что в Белгороде происходит. Вы знаете, вот ваша, так сказать, попытка проанализировать ситуацию глазами Путина, она, мне кажется, имеет большой изъян в связи с тем, что вы пытаетесь рассуждать с позиции здорового человека. То есть вот здоровый человек, который работает, служит президентом, он должен заботиться о своем населении. И поэтому, если враг, ну а здесь враг, конечно же, пришел в Белгород, то надо защищать Белгород. Но это здоровый человек. Но при чем тут Путин? Человек, который так рассуждает, никогда бы не начал 24 февраля прошлого года войну с крупным европейским государством. Он находится в другой системе координат. А человек, который начал 24 февраля прошлого года войну с крупным европейским государством, этот человек, это вот как раз вот тот самый опасный дурак на планете, о котором говорил трехкратный лауреат полицейской премии Томас Фридман. То есть это действительно человек неадекватный, как угодно можно. Можно еще термин Немцова покойного употребить, но его сложно употреблять в украинском канале, потому что он матерный. Значит, есть целый ряд, но этот человек неадекватный. И человек абсолютно лишенный какой-то эмпатии, каких-то человеческих чувств. Ему абсолютно плевать на Белгород, на белгородцев. Ему важна сейчас Украина, потому что он, что называется, поставил себе задачу. Это его престиж. И он понимает, что от каких-то проблем в Белгороде его власть не пошатнется. А вот если будет дооккупирован Крым и Донбасс, или Крым, или Донбасс, но особенно Крым, то вот начнется, начнет трещать его империя, начнет трещать его власть. И она, в общем, может упасть, потому что он же не обещал защиту жителям Белгорода, когда он начинал эту войну. Он обещал, значит, что-то там сделать с Украиной. Вот он пытается хоть что-то сделать, хотя непонятно что, но тем не менее. И в данном случае, я думаю, что никакой особой реакции не будет на это. Но, кроме всего прочего, в публичном пространстве создан такой миф, что, ну да, вот зашли... Их всех уничтожили, значит, кто-то один там успел убежать на территорию Украины, а так всех уничтожили, среди наших потерь нет. Ну, все в духе генерала Коношенкова, вот, значит, вот с таким деревянным голосом стоит истуканом и говорит, что, так сказать, уничтожено полтора миллиона Хаммерсов, сбито, так сказать, там какое-то количество американских самолетов, значит, все миллионы, так сказать. Да, и там же нет... Ну, вы, наверное, не в курсе, что в Украине нет ни одного украинского военнослужащего, там воюют только англосаксы и поляки. Вот, это просто установлено точно. Масса сообщений, каждый день об этом говорится в программе Скобеева и рапорта военкоров. Мы не слышим украинскую речь. С той стороны утверждают, значит, в российском телевизоре. Может, действительно не слышат, потому что там, в общем-то, русский мат с той стороны несется в основном. Ну, украинцы владеют русским языком, поэтому изъясняются так, как могут, на языке, доступном противнику. Ну, короче говоря, вот такая ситуация. Поэтому я полагаю, что какой-то... Да, ну, будет в ближайшее время Совет Безопасности, и Путин что-нибудь скажет, вроде того, что поскольку Украины никогда не было и нет, то вот на месте Украины что-то создалось, и воюют, соответственно, так сказать, англосаксы. Вот, ну, он же может показать даже своим коллегам по, значит, этому самому Совбезу, может показать этот вещдок, который ему доставил Зорькин. Вот, в виде этой французской карты 17 века, на котором крупным, крупным кеглем написано «Украина». Он, глядя на эту карту, говорит, нет Украины. Там написано крупно, очень большим кеглем «Украина», земля казаков, нет Украины. И в то же время там никакого Санкт-Петербурга нет, там на этом месте Ингрия, который принадлежит Швеции, там отдельное, значит, Крым никакого отношения к России не имеет, естественно, поскольку там Крымское ханство, которое, кстати говоря, Москву не искали, который Россия дань платила для Петра Первого. Ну, вот, глядя на эту карту, на этот вещдок, они говорят, что Украины нет. Поэтому я думаю, что он принесет на Совбез, скажет, вот вам доказательства, нет никакой Украины. Поэтому кто там, чего, куда зашел, мы. Еще треба сказать. Подписывайтесь на канал Татьяна Черныш. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok